или друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать еще один свой рецептик вкусных котлет и щуки нам понадобится я уже подготовил щуку на фарш уже перекрутил кусок свиного сала и перепрутил также нужно будет на луковица но это здорово можем половинку на такой объем одно яблоко боится черный и красный перчик чили батон белого хлеба и молоко сейчас это дело на красаве подготовлю и потом уже будем собирать подарок всю картину если кто-то не любит то покрутить его на мясорубке я руку хорошо хожусь и поэтому я его меленько режу лучок я попрошу теперь нам нужно взять половинку батона попрошу его в тарелочку и залить молоко делом овачку и даем ему постоять 15 пока он расписает подготовил мясорубку и перекрутил на мясорубке яблока как я пока надо будет снять шкурку яблоко перекручу а вот маленький совет чтобы фарш щука рыба такая кослявая и чтобы там маленький маленький после что он не платались как проверить и пашу на два раза я бы вам еще посоветовал сначала заморозьте его на пути ли свежую щуку прямо заморозьте я потом мерзлый прокрутить на второй раз когда котлетки будут пышные и не будет этих маленьких маленьких неприятных вот у нас яблочко перекрутил лучок а тоже заодно вопросу прокрутил его нас должен не хочет в лук вообще как я так виде так что пришлось сделать выход чтобы его там не было видно перекрутить теперь булка булка раскисла отжимаем из нее лишнее молоко и тоже прокручиваем вместе со всеми другими ну вот этого булка прокрученная с молоке вымоченная лучок яблочко и на все это дело собрать свиной фарш ой свиное сало прокрученная если вы по каким-то причинам просто не любите свинину либо религиозно замените сало просто обычным растительным маслом нерафинированным подсолнечным маслом хорошим щука спринтер и на очень сухая ее надо маленько что она была срочно и вкусно что-то в нее добавлять какие-то жены ну я сало я сидят если вы не идите снова заменить растительным маслом налейте сюда полстакана растительного масла на килограмм щучила фашечистого все это дело пошло сюда теперь смотрите еще что делать добавляя ложку меда зачем мед очень хорошо отбивает как и яблоко впрочем так яблоко можно заменить очень вкусно получается кабачком кабачок сейчас весна кабачков нет у нас кабачок прокрутили он постоял маленько с него лишняя жидкость вышла вы ее слили и вот это добавляйте валютные котлеты в любые не только чуть-чуть любые как лет яблоко либо либо кабачок ложка меда попробуйте это котлеты на новый уровень вас свежий черный перчик приправ сюда не качать ничего больше я не буду добавлять не украл не чеснок чеснок в рыбой как это вообще это преступление добавлять не нравится кому как а еще посуды любителя черный и специи черный перец свежий помолотый и немножечко немножечко зачем щелька ароматникова все это дело обычная мелкой соли присаливаем теперь важно очень хорошо это дело вывесить в однородную массу вмешивать долго надо когда фарш у вас будет пышный вывеси потом покажу как он должен как бы жидкий когда мы будем его долго-долго вымешивать он у вас опустеет и будет так вот сейчас я покажу вот пошли что вот на этой стадии очень неплохо добавить ложку добавьте больше и вас будет не чуть-чуть вашего сосевый вешаем такого состояния когда он уже будет вам сказать круги шипы тугой артуржа бы тебя холодный финальный повара добавляет его еще мелко колотый лед специальной машинки дробят добавляет в пашку ледяной практически у вас хорошо бы вымешиваться котлетки потом из него будут очень сочные вкусные сейчас я его переложу в тарелку смотрите какой фарш не получил звонка колышется насыщенный кислородом воздушный но это надо долго вымешивать вот такое состояние у фарша не просто кому как живой дальше просто нужно мука сейчас продолжим так ну вот теперь пришло время яйца яйца мы фарш не добавляли берем разбиваясь взливаем щепоткой столь и сюда можете добавить чуть-чуть черного перчика все яйца готова затем фарш у нас готов яйца выпито теперь можно конформировать котлетки чтобы ваш не прилипал к рукам руки нужно научить берем немного фарша берем немного фарша мокрыми руками формируем такую лепешечку и серединку не полените положите буквально небольшой кусочек сливочного маслица заверните его вовнутрь котлеточку вот так ну и формируйте уже котлетку маслица можете сделать ароматности кого-то на себя просто сливочное масло добавляет и все больше ничего что туда не надо вот такие котлетки мы видим на сковороду уходишь всем что сейчас делаем симпатик и потом продолжим мы сделали лепёточку добавили буквально небольшой кусочек сливочного маслица завернули это дело маслица когда котлетка будет жариться внутри разойдется в ней она свой аромат и вкус будет очень здорово ребята я покажу как вот котлетки ослепил такие у меня получились очень ровненькие но ресторане для себя так что стоит дальше что вам нужно ставим на печку сковородочку разогреваемые хорошенько разогреется наливаем сковородочку масло сначала только прогреваем потом ульем масло чтобы она вас не стреляла как он честно греется у нас все это дело обычно делаю макарит и и потом обваливают полировки сухаря и жарят мы же будем делать наоборот мы сначала готовую котлетку обваляем в муке сухарима пользоваться ним не будем это не этот рецепт сухарями вареное яичко и теперь обваляем ее в речке и сразу яичный котлет выложим на сковороду так со всеми на мука нужно чтобы на кокрете хорошо держалась яйцо наоборот получается щучная щучья котлетка в яйце вот котлетки жарим на среднем огне до образования золотистой корочки масло льем не жалеем чтобы они у нас хорошо пропеклись прожарились внутри так вот друзья 1 сама поджаривать переворачиваем с отверхи еще один маленький коклеты нельзя переворачивать второй раз вот в одну сторону поджарили перевернули ага чего-то вам пожарились той стороны этого не понравился цвет колер на поджаристой корочки раз перевернули еще так делать нельзя один раз пожарили перевернулись раз превращались теперь или еще раз как ли это уже будет впитывать себе от этого масла так что не делайте так вот перевернули пышные получите какие потому что мы хорошо вывесили фарш пока нажарилась я уже перелетел остальные фарш на котлет на заготовочку сделал одна маленько подгорело все сейчас укладываем следующие и так пережариваем все до конца я пережарю и далее посмотрим ради чего все эти были танцы с бубном смотрите нажимаю на нее вилкой сейчас они остынут масло питается получается вот такая вот сочиняющая штукенция сейчас они остынут масло питается в нее коклетку в этом вкусно это будет очень масло вот смотрите вот это чуть-чуть это не течет сок масло понравилось видео ставьте лайки кому не понравилось обязательно ставьте диван дизлайки оставьте комментарии потому что непонятно пишите не врезала дожарится на гарнир будет у меня полученная картошечка на молочке смазкаться а и какой-нибудь зеленый салат но это уже не формат на его канал я готовлю за следы ищите попробую сначала и потом если вам не понравится так не уверен это 5 баллов вот это очень вкусно ну все друзья всем пока до встречи молодой вот это очень вкусно а и и и и и